Карлсон неоднозначный герой детской сказки. Если какие-то его поступки вызывают у взрослых разную реакцию, то пищевое поведение не одобряют всем. И поэтому именно он прилетел в гости к ученикам начальных классов 12-й школы, чтобы на собственном примере показать, каким последствиям приводит злоупотребление вредными вкусностями. Я кушался варенье, а еще было печенье, торт и множество конфет. Очень вкусным был обед. А теперь мотор заглох. Ох, зачем я ел пирог? В стенах учебного заведения ученикам просто негде добыть что-то вредное. Ассортимент столовой регулируется строгими правилами. А согласно им, ни газировки, ни чипсов в продаже быть не может. Да и школьные повара готовят слишком вкусно. Для всяких вредностей в животах подрастающего поколения просто не остается места. Очень вкусно, мне очень нравится. Тут очень полезно. Я все ем быстро, все вкусно. В школьной столовой все строго. Никаких посторонних на кухне. Меню 10-дневное. Одобрено Роспотребнадзором. Это меню обязательно должно быть. В нем рассчитаны все нормативы по жирам, белкам, углеводам. Нормативы по витаминам и минеральным веществам. И, соответственно, масса даже продуктов. Потому что дети, допустим, с 7 до 11 лет получают одну весовую категорию продукции. Допустим, те же самые котлеты 80 грамм. А детки уже с 12 до 17 лет получают уже 100 грамм котлет. Торгующая организация «Титан-2001» в школе недавно. А ее кулинарных дел мастера уже прославились не только в ученических кругах, но и среди родителей. Горячая пища – это залог здоровья наших детей. И так как у нас идет гармоничное развитие ребенка, то нужно не только учиться, но и правильно питаться, физически развиваться. Ну и, соответственно, должно быть все в комплексе. Еда как домашняя, скажем так. Поэтому спасибо большое поварам, спасибо администрации школы за то, что действительно дети питаются горячей пищей, здоровой. Особенно это необходимо в учебный год, потому что здоровые дети – это умные, счастливые дети. Ну и родители, конечно, в этом плане тоже спокойные родители, потому что ребенок сыт и уже все хорошо. Уроки, посвященные правильному питанию, для школьников не прошли зря. Теперь они знают все о том, что полезно и что вредно. Неправильное питание – это пицца, чипсы, сухарики. А правильное – это каша, молоко, фрукты, овощи. А вот что такое неправильное питание? Это питание, которое вредит здоровьем. А как ты думаешь, почему тогда его люди так любят? Потому что они вкусные. И хотя теперь школьники знают все от А до Я о правильном питании, бороться с соблазнами по-прежнему непросто. Поэтому и выход из ситуации видят один – все вредное однажды взять и запретить. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.